Доброго времени суток, мои уважаемые подписчики! Сегодня на обзоре у нас очередной коротыш, это VL12, короткая версия в калибре 5.5 Вы уже давно просили сделать обзор на короткие версии этих винтовок, как в калибре 6.35, так и в калибре 5.5 В винтовки эти попадают к нам не часто, так как наша мастерская специализируется в основном на тюнинге длинных шестерок И пятерки, и тем более короткие попадают к нам крайне редко Но тем не менее, вот сейчас у нас в руках данное изделие, мы давайте с ними немножко познакомимся Вы сразу же можете видеть, что здесь установлен минимальный обвес Это цевьё, три вивер и регулируемый тыльник Также здесь установлен полноразмерный прицел Но по поводу выбора оптики я чуть позже расскажу Итак, что же мы имеем? Это компактный микро-буллпап Ну, у нас есть уже на канале обзоры Лешева, обзоры винтовки от Ганлеля В принципе, это устройство из этой же серии Габаритные размеры 520 мм его длина Вес килограмм 450 граммов Объём резервуара 150 кубиков Это редукторная винтовка Барабанчик на 10 камор В комплекте идут два барабанчика, здесь уже четыре Здесь крепление очень удобное на приклад Присутствует у винтовки передний взвод Модератор, выполненный по питерской схеме С четырьмя катушками Но, честно сказать, работает он достаточно посредственно Цена этой винтовки стоковая 41 тысяча рублей Кстати, меня уже спрашивали несколько раз Что ты подразумеваешь под понятием стоковая Стоковая это заводское изделие Без внесения каких-либо изменений туда Это называется сток Внесение каких-либо изменений называется уже тюнинг Этот тюнинг может быть внешний, как здесь Либо это разгон винтовки или настройка на другие пули Отличие от штатных и рекомендуемых настроек Но я думаю, к этому больше возвращаться не будем Чем же характерна эта винтовка в стоке? Ее неприятной особенностью является особенность прикладки Так как сюда устанавливается магазинчик Сейчас здесь стоит однозарядный лоток То у людей возникает дилемма Как прикладываться к этой винтовке? Ну вот если бы сейчас здесь оптики не стояло То когда такие винтовки берут в руки впервые Ну стараются приложиться как обычно Вот вы видите, как не хочется к ней приложиться Если в таком варианте мы начнем к ней прикладываться То барабанчик упирается в скулу Я уже в своем обзоре на длинную версию говорил об этом Что меня бесит эта особенность этих винтовок С которой смириться очень сложно Но на самом деле здесь есть выход Пообщавшись вплотную с владельцами этих винтовок Которые довольны ими и не собираются их менять на какие-то другие изделия Выяснено, что оптимальной прикладкой является прикладка Когда ваша щека ложится до барабанчика То есть вот таким вот образом Сейчас я установлю барабанчик и мы продолжим То есть вот таким вот образом Это вот наиболее оптимальная прикладка для этой винтовки Но так как я парень достаточно крупный И физиономия не изходим То при такой прикладке мне не хватает длины приклада И получается, что в таком варианте я просто не могу ее использовать Решение очень простое и очевидно И стоит всего там около 700 рублей Не помню сейчас точно цену этого затыльника То есть это регулируемый тыльник Причем при заказе можно выбрать ширину этого тыльника То есть то основание, которое позволит вам как можно дальше отодвинуть Если вы крупного телосложения человек То вы можете заказать максимальной ширины это основание То есть выдвинув таким образом тыльник и установив его сюда Мы решаем проблему Тем самым мы избавляемся от второй проблемы Вторая проблема это выбор оптики Как правило сюда ставят коротенькие прицелы А выбор качественных и хороших коротеньких прицелов Очень ограничен По сути он ограничивается там несколькими моделями Одна из самых знаменитых, которая это NTS Connect То есть это прицел с минимальным расстоянием от окуляра до глаза Который позволяет при оптимальной прикладке Использовать его длину Ну то есть как бы если бы мы использовали винтовку в стоке При использовании вот такого тыльника и прикладки до магазинчика Мы можем сюда ставить вполне себе взрослые прицелы И они не выступают у нас за габарит изделия И смотрятся достаточно гармонично При этом вот данный прицел это переменник 4,5 на 18 крат То есть для такого малыша такого прицела с избытком Он позволяет ему решать максимальное количество задач Которые вы можете ему придумать Есть один очень существенный минус у этой винтовки Который не позволяет ее использовать Ну в более серьезных или спортивных целях С мешков стрелять с этой винтовки практически невозможно Допустим я их отстреливаю из станка К сожалению я сейчас не смогу вам это показать Потому что сейчас дождь идет Я выбрал затишье определенное Но вот тучи сейчас ходят вокруг Скорее всего я не успею Я даже не стал вытаскивать стол Я их отстреливаю со станка Только так позволяет использовать их при стрельбе с упора То есть вот такой вот форм-фактор не позволяет Но вот крепление в принципе сошек на антабку Может быть позволит стрелять с сошек со стола Но честно сказать я не пробовал этого И у меня нет сошек Которые крепятся вот на планку в вивер То есть придется сюда переходник ставить с антабкой Ну не вижу в этом особого смысла То есть винтовка с мешков практически не используется То есть даже нормально пристрелять ее целая проблема Это я считаю очень большой минус Потому что ту же лелю в принципе в мешки положить можно Ее на модератор положить Ну здесь наверное та же схема Но вот честно сказать мне не особо нравится Потому что здесь приходится перезаряжать руку Рукой спереди То есть отрываться от прицела все равно приходится Прикладка меняется А вот при стрельбе со станка в принципе работать можно Ну и теперь кратенько хочу по выбору оптики Для данных изделий остановиться Ко мне часто обращаются люди Спрашивают что я рекомендую и что я ставлю на подобные изделия Я ставлю сюда полноразмерные прицелы Без компромиссов Несколько моделей я вам порекомендую Это если брать оптимальный самый сегмент Как я уже сказал МТС Коннект Но смотрите особенность МТС и его малый i-relief Позволит его установить только с моноблоком Выносом к вам Пусть вам прицел придется вот сюда вот сместить Не очень гармонично это смотрится Я вот на форуме фотографии увидел Сейчас покажу вам ее То есть ну мне кажется это не очень гармонично Смотрится какая-то этажерка получается С нагромождением Я ставлю сюда прицелы кратностью либо 10 либо переменники Это недорогие китайские прицелы фирмы Markul либо Vector Optics Ценой как я уже сказал до 10 тысяч рублей На 30 трубе на 42 линзе прицел отлично сюда вписывается Достаточно легкий Обзор на этот прицел будет чуть позже Я параллельно их снимаю То есть заодно вы посмотрите по обзор по этой оптике То есть они единственный момент Нужно ставить их на самые высокие кольца Тогда можно обойтись без различных мостиков повышаек Раньше я ставил сюда повышающие мостики с выносом Сюда ставил щеку с возвышением Ну и прикладывался после После того как стал ставить тыльники В принципе проблема ушла сама собой И это позволяет значительно сэкономить в деньгах То есть в принципе вы можете вот такой вот комплект Собрать примерно за 50 тысяч рублей С учетом даже вот этих всех свистелок и перделок Это очень бюджетный вариант Вот такой вот каратыш У которого есть прикольная особенность Это передний взвод Который ну наверное делает это изделие Несмотря на его такой вот игрушечный неказистый внешний вид Наличие переднего взвода Позволяет очень хорошо работать из авто Ну и что бы я хотел сказать в итоге Достаточно неплохое изделие Бюджетное Если у вас нет денег на изделия других производителей Которые стоят ну как минимум в полтора А то и два раза больше В принципе вы можете приобрести вот такое вот Недорогое изделие Ну относительно недорогое я бы сказал То есть собрать комплект в пределах 50 тысяч вполне реально На самом деле конечно очень много недостатков у этой винтовки Самый первый пожалуй это то Что плавающее качество сборки Но об этом я уже говорил Когда говорил про ВЛ-12 И ее лучше брать через представителей Которые ее вам хотя бы осмотрят Отстреляют и приведут к нормальному бою Исправят какие-то там неочевидные косяки Если будут явные Тоже их выведут Поэтому берите у представителей И тогда проблем будет с ним минимально И второй минус Она не очень ликвидна на вторичном рынке То есть продать вы ее С минимальной потерей денег Как тот же Эдган Матадор Не сможете То есть они сильно достаточно теряют в цене И очень так вяло продаются Но если вам нужна такая винтовка В таком вот форм-факторе То в принципе можно смело брать Куча существует всякого обвеса Ее можно в дерево переодеть Можно поставить сюда макпуловскую Или фаб-дефенс рукоятку Которая от R-15 сюда подходит Это расширит эргономические возможности Стоковых лож Ну вот такой вот экземплярчик Попался к нам в руки Ну выводы делайте сами Брать или не брать Итак давайте с вами Сейчас отстреляем ее Я буду стрелять Как и с Лели Софто Если у меня получится Сделать полноценный отстрел И погода мне это позволит То я его включу в этот ролик Но тем не менее Отстрел будет произведен Мы посмотрим что же мы сможем получить Из данного изделия В рабочих условиях Да я забыл сказать Ствол вот этой винтовки Лоттер Вальтер Фаски все проверены То есть в принципе винтовка готова К работе Сейчас посмотрим как она Будет работать Стрельба на 50 метров Сделаю две группы по пять Проведу коррекцию между группами Проведу коррекцию между группами Как там случилось Проведу коррекцию между группами Туда 6, туда 4 Прошу прощения за мишени Я забыл Напечатаны на чистых листах Вот у меня такие остались Но в принципе я их вижу Группы посчитать мы можем Делал сейчас ошибку Грубую У меня перекрестье улетело в тот отрыв Группы посчитать Ну что я могу вам сказать По результату отстрела Я прибил винтовку на 50 метров В перекрестье Но для такой малышки Все таки оптимальнее пристрелять ее на 35 метров Что я сделаю попозже Сейчас я все таки хочу завершить съемку ролика Потому что сейчас будет ливень Я все таки достану стол На 35 метров пристреляю эту оптику И оставлю так Потому что все равно Дистанция рабочая Это будет где то от 20 до 70 метров И оптимальнее ее будет пристрелять На дистанцию Такую оптимум рейдж Для этой пули Я кстати забыл сказать Она настроена пулями ЖСБ Хэви на 235 км в час Но Хозяин этой винтовки По моему будет с нее стрелять Легкими пулями То есть там где то на 13-14 км в час Будет побольше скорость Но он там уже под свой глаз Конечно пристреляется У меня нет пуль весом 1,03 грамма Я ими вообще никогда не пользуюсь И настраиваю все винтовки Только тяжелыми пулями И в принципе вот таких настроек Для данной винтовки хватает Кстати заявлено 35 выстрелов в заправке И у меня получилось С 250 до 100 Ну вот здесь было падение Последнего выстрела Но в принципе он все равно В пределах погрешности Получилось у меня 4 барабанчика То есть 40 выстрелов С этой энергетикой В принципе вполне себе ничего Учитывая что Тюнинг этой винтовки Никакой не проводился То есть фактически Ее просто привели К надлежащему виду Но вы должны понимать Что это как раз Именно рабочие моменты То есть в принципе так Вы и будете стрелять Из этой винтовки С рук Потому что стрелять с нее Достаточно проблематично То есть какой-то нужен упор Упор на стекло Самый оптимальный вариант Использования данного изделия То есть даже с учетом отрывов Плюс винтовка Еще не освинцована толком-то С нее никаких Отстрелов Никакой полировки Ствола не проводилось Это считайте винтовка Из коробки В принципе Она вполне себе Исправна И достаточно неплохо стреляет Продолжение следует...